Всем привет! Это Дима и Оля. Сегодня мы приехали в новую страну, Бельгию. Да, мы приземлились в аэропорту Шарль-Леруа. Это не Брюссель, но как бы предместе. Хотя вся Бельгия – это предместе Брюсселя. Но неважно, мы хотим немножечко посмотреть эту страну, благо у нас есть возможности попасть и в Брюссель, и в Лёвен. И я надеюсь, что мы доедем до Брюге. Или Антверпен. Ну, посмотрим, потому что билеты заранее мы не брали. И будем смотреть, что такое Бельгия и с чем ее едят. Вперед к новым открытиям. Да, это первое видео, и мы сейчас успеем доехать на автобусе в Шарль-Леруа и показать вам немного Шарль-Леруа. Вот здесь аэропорт такой маленький, здесь пару терминалов, вот здесь можно поесть. Что вы думаете, мы сделали первым делом? Мы, конечно же, взяли French fries, который почему-то называется French, хотя их исконная родина – это Бельгия. Они, зато по-польски они называются, фридки бельгийские. То есть, поляки разбираются в истории еды. Вот, будем пробовать. Да. Классное место тут в аэропорту. Всего 4 евро. Дизайн навигации сделан очень хорошо здесь. Стильно постарались. Дублируют на трех языках – на французском, английском и еще каком-то местном. То ли это дач, то ли фламандский, я не знаю. Мы разберемся по ходу. Мы купили вот такие вот билетики. 15 евро стоит доехать до Левина. То есть, вот здесь расписание автобусов. Мы поедем в аэропорт Шар-Леруа. А, из аэропорта в Шар-Леруа-Зюд. Это главный центральный вокзал города Шар-Леруа, откуда позднее мы сможем проехать дальше. Вот такой вот автобусик. Ну все, едем в Шар-Леруа. Вот мы доехали из аэропорта Шар-Леруа до центрального вокзала Шар-Леруа-Зюд. Тут, короче, ехать минут 15. Но мы проезжали по шоссе. Тут город такой, ну, интересный. Здесь, на самом деле, есть небольшая историческая часть, которая странная. Многоэтажки перемешаны со старыми домами какие-то. Тут сразу трамваи подходят и автобусы. А за всем этим мы только что съехали с шоссе. И там, если с верхней трамвайной остановки посмотреть вдаль, то там стали прокатный завод. Там реально трубы, какие-то такое industrial вообще. Там прям такие трубы. Очень серый такой город в плане того, что это, я не знаю. Мы еще вечером приехали. Да, мы еще вечером приехали. Я не знаю. Мы, наверное, сейчас сядем поедем в Брюссель, потому что, да, этот город не вызывает желание по нему гулять, тут наслаждаться архитектурой. В общем, мы завтра лучше покажем вам Лёвен, а потом Брюссель, а потом еще какой-нибудь город. Вот здесь вот такая новая схема движения транспорта в городе Шар-Леруа. Ну, наверное, может быть, на обратном пути, когда мы будем отсюда улетать, мы прогуляемся по городу и посмотрим более красивые места этого города. Трамвай здесь далеко ходит, большая сеть развитая и автобусы. А вот это расписание поездов, ну, как во многих городах Европы, тут оно просто напечатано, и надо смотреть, во сколько тебе отправляться и куда. Вот здесь нам на Брюссель надо будет с 5-го перона. 18.57. 18.57, но он опаздывает на 5 минут. Вот, вот мы сейчас отправимся, да. Пойдем. Все, до включения. Здесь интересное сочетание старых платформ и старых поездов, вот таких вот, прям очень старых, как в Италии, таких поездов, электричек. И еще бывают новые поезда. Они на той стороне, не старые электрички, а новые двухэтажные интерсити регионалы, как в Германии или в Голландии. Здесь такое интересное табло. Если поезд опаздывает, то к времени отправления прибавляется 0 часов, 6 минут. Такое интересное табло у них. Мы сели в поезд. Он розовенький. Есть тут штучки для специальных, специальные штучки для вешения пиджаков. Ну и, конечно, радость программиста. Розетка. Да, здесь можно поработать. Вот. А вот и сам программист. Да, все, едем в Бруссель, а там пересадка в Лёвен. И вечером мы будем ночевать в Лёвене. Завтра покажем вам Лёвен. Спасибо. 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 Спасибо.